Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе Владивостокской клинической больницы номер 4. Он оснащен всем необходимым оборудованием. В нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Подключен к кислороду коечный фонд и функционирует два отделения реанимации и интенсивной терапии. Готовность медучреждения к приему пациентов проверил губернатор Приморья Олег Кожемяка. В целом, тот план, который должен быть выполнен в 28 числу по разворачиванию 948 коек, обеспеченных и кислородом, и аппаратами искусственной вентиляции легких, у нас выполнен. Сейчас стоит вопрос очень остро, пока на первые дни хватает, это о защитных костюмах противоинфекционных. Поэтому мы рассматриваем возможность сейчас быстрого приобретения. Думаю, что за неделю мы такие костюмы доставим, они будут. Средства индивидуальной защиты, перчатки, маски имеются в необходимом количестве, днифицирующие вещества тоже, но все остальное будет по мере разворачивания уже госпиталя. Штат госпиталя укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, а также студентов. Важно и то, что в госпитале остается возможность оказания поступающим с коронавирусом пациентам многопрофильной помощи по неврологии, хирургии, гинекологии и другим специальностям. Губернатор поблагодарил руководство и коллектив медучреждения за быстрое развертывание госпиталя, отметив, что задача, поставленная президентом, выполнена. Довольно большой объем разворачивания коек, по второму плану 400 коек больничных, из которых порядка 160-140 должны быть обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, должны обеспечить кислородными концентраторами, ну и соответственно всем необходимым постельными принадлежностями, поэтому эту работу они выполнили. В целом в крае, по словам Олега Кожемяка, развернуто уже 100% коек, 332 аппарата ИВЛ размещены в инфекционных отделениях, 75% коек обеспечены кислородом. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом.